Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Устинова «Часы с секретом» Накануне вечером он сильно поссорился с женой, а утром выяснилось, что из сейфа в офисе пропали все деньги. — Замечательно. Ничего лучшего невозможно придумать для 30 декабря, даже если очень стараться. — Кто первый увидел, что сейф открыт? — спросил Федор, рассматривая полированную дверцу, прикрывавшую бронированную панель. Рассматривать было нечего, но он все-таки рассматривал. Что ему оставалось делать? — Я, — откликнулась Катя, и, отвернувшись от сейфа, Федор уставился на свою заместительницу. Заместительница была как заместительница. Ничего особенного. Очочки мышиного цвета, брючный костюм, белая мужская сорочка со струйгольным воротником, длинные ногти с маникюром в виде отсутствия маникюра, сигарета и крохотный мобильный телефон, болтающийся на запястье. Катя как Катя. Сейф тоже был как сейф. Тем не менее, из его тесного свинцового нутра исчезли и спарились деньги. Бутылка коньяка, пузатая, темного стекла, наполненная только до половины, осталась на месте. И какие-то бухгалтерские книги. Зачем они в сейфе? Кому и когда они могут понадобиться? Коробка с подарочными часами, очки с вылетевшей линзой. Пыльная линза валялась отдельно. Все было на месте. Кроме денег. Катя подошла поближе. Они повернулись и стали смотреть в сейф вдвоем. Я пришла на работу, заглянула сюда. Думала, ты уже приехала и увидела... Что? Катя тихонько вздохнула. У шефа редко бывало плохое настроение, но когда случалось, лучше всего было держаться от него подальше. Катя и сейчас удовольствием оказалась бы подальше. Жаль, что самолет только в полночь. Если бы он улетал утром, Катя была бы уже где-нибудь над Средиземным морем, наверное. Или нет? Я увидела голосом девочки-отличницы, которую подозревают в том, что она не приготовила домашнее задание, начала Катя, что дверь в твой кабинет открыта, а тебя нет. Я все-таки зашла, потому что думала, может, ты за компьютером. За компьютером тебя тоже не оказалось, но сейф был открыт. Я подошла поближе и заглянула и... Увидела. Кто вчера последний уходил? Я точно не знаю. Я уехал, наверное, в половине десятого. Федор усмехнулся. Так долго праздновали? Вчера отмечали день рождения начальника компьютерного отдела Олега Бойко. Федор поздравил Олега, преподнес подарок от коллектива, выпил шампанского и уехал раньше всех, когда компания еще только-только разогревалась. Зря уехал, лучше бы остался допивать. Он приехал домой в восьмом часу с елкой, бутылкой вина и огромным пакетом еды. Очень гордый добытчик, заботливый муж и внимательный отец. Елку он тащил на плечах, потому что в лифт она не входила. Дом был старый, их жизни приспособлены плохо. Дома никого не оказалось. Он пристроил елку, рассовал еду, водрузил на стол вино, полюбовался на него немного и стал ждать. Ждал он долго, и есть ему хотелось ужасно. От бокала проклятого шампанского, выпитого в офисе, в желудке завывала голодная метель, и было обидно, что семья никак не является, и некому оценить его героические усилия. И елка, пока он ее тащил, исколола ему всю шею, которая теперь зудела и чесалась. И, наконец, позвонила теща и сказала, что они сегодня забрали из школы Мишу, а из сада Сашу и отвезли к себе на дачу. — Что им в Москве сидеть? — бодро спросила теща. — На участке лучше, правда? — Сашенька, подойди сюда, девочка. Хочешь с папой поговорить? — Почему вы меня не предупредили, что вы их заберете? — негромко спросил Федор. И теща поняла, что дело плохо. Когда он говорил таким тихим голосом, или становился как-то особенно безукоризненно вежлив, или долго молчал, прежде чем ответить на вопрос, следовало ждать беды. Марина попросила забрать, пробормотала тещу и моментально поняла, что оплошала. Поняв, она заторопилась, как будто зять гнался за ней с лопатой. — Вы же все равно приедете на Новый год, правда ведь? — Ну вот, вам еще, наверное, и завтра на работу надо. А погода такая замечательная. Мы и решили, что они хоть погуляют подольше. Дед завтра не работает, на горку с ними сходит. А вы тридцать первого под вечер... — Все это замечательно, — перебила я Федор. — Большое вам спасибо, Ирина Михайловна. Просто я не знал, что вы собираетесь их забрать, и был к этому... не готов. Марина меня не предупредила. Забыла, наверное. Теща моментально согласилась, что Марина, скорее всего, забыла, и все его сегодняшние старания потеряли всякий смысл. Кому нужна его елка, которая уже упаительно пахла в домашнем тепле и расправляла толстые, упругие зеленые иголки? Федор долго и дотошно выбирал елку с плотными твердыми ветками, а не какую-то там худосочную. И пакет с мандаринами, и дурацкие киндер-сюрпризы, которые он ненавидел, но покупал, потому что его дети, как и все остальные дети, павшие жертвами телевизионной рекламы, эти сюрпризы обожали. И буженина, и сыр, и то, что он приехал в восьмом часу, а не в двенадцатом, и то, что на работе он выпил только один бокал шампанского, все это оказалось никому не нужно. В довершении предпраздничного вечера выяснилось, что у жены не отвечает мобильный телефон. Он не отвечал ни в девять, ни в десять, ни в одиннадцать. К часу она приехала, и они поссорились так, как не ссорились никогда за долгие шестнадцать лет совместной жизни. А наутро выяснилось, что из сейфа в его кабинете уперли все деньги. Блеск. Вот Новый год, так Новый год. Просто петь хочется от радости. Федор покосился на Катю, которая маялась рядом. У нее вечером самолет, вспомнил он. Она летит куда-то далеко опробовать новую доску для серфинга и нового любовника. — Ты ушла раньше, чем все уехали, или позже? — Ребята-программисты раньше ушли, — подумав, — сообщила Катя, — а остальные еще оставались. — А что, ты думаешь, это кто-то из наших? — Из каких же еще? — сказал Федор с досадой. — Конечно, из наших. Мы на четвертом этаже, внизу охрана, на этаже пост. Если бы кто-нибудь полез, охрана бы сразу доложила и ментов вызвала. — Ты не спрашивала? Никаких ЧП ночью не случалось? — А нет, — подумав, — сообщила Катя, — не случалось. Можно у Дмитриева уточнить. Но мне никто ничего. — Вот видишь, никто и ничего. — Значит, наши. Черт бы их всех! В коридоре перед дверью его кабинета стояла небольшая любопытствующая толпишка испуганных сотрудников. Дверь украшала блескучая гирлянда. В середине — синтетический елочный венок с какими-то красными гроздьями. Широко шагая, Федор дошел до двери и захлопнул ее прямо перед носом у сотрудников. Синтетический венок содрогнулся будто от отвращения. — Кто кроме тебя вчера тут веселился? — Я уехал, когда были Олег, Бойко, программисты, как их Толя, Коля и Игорь. — Толян, Ники и Гарик, — поправила Катя и улыбнулась. Программистам было чуть за двадцать. Ей казалось, что она старше их лет на триста. — Да. Толян, Колян, то есть Ники и Гарик. Еще эти две новенькие из рекламного отдела Валя и... — Галя, — подсказала Катя. И Федор посмотрел на нее подозрительно. Не смеется ли она над ним? — Да. Она внимательно изучала свой маникюр и не думала смеяться. — Валя и Галя, — согласился Федор. — А еще кто? — Дмитриев приехал из типографии. Кстати, никакой макет он не привез, конечно. Какой макет, когда до Нового года два дня? Там все пьют давно. Юра с нами сидел. Я решила, что в машине его держать свинство. — Свинство, — согласился Федор. Юрой звали Катиного водителя. — Больше никого? — Уборщица пришла с ведром. Она собиралась полы мыть, но ее тоже угощали, потому что она рано явилась. Еще никто не расходился. Федор снова посмотрел в сейфовое нутро и вдруг сбеленился. Какого хрена там эта бутылка стоит? Кто ее в сейф поставил? Кому в голову пришло коньяк в сейфе держать? — Тебе, — по-моему, — ответила Катя невозмутимо. — Я ее туда не ставил, а это точно. А ключи только у меня, у тебя и у Дмитриева. — Ключи. — Конечно. Как это он сразу не подумал? Федор вытащил из кармана носовой платок, очень белый и твердый, от крахмала, и сразу расстроился. Платок ему сунула жена. Когда еще в их жизни все еще было хорошо, они не знали, что вскоре решат разводиться. Придерживая платком полированную дверцу, он подвигал ее туда-сюда, глядя очень внимательно. — Посвети мне. — Как? — Лампой. — Как? — Возьми у меня со стола лампу и посвети. Никаких отпечатков на дверце не было. То есть вообще никаких. Ерунда какая-то. — Кать, — сказал Федор и сунул платок в карман, — поставь обратно лампу и давай всех сюда. — Кого всех? — не поняла она. — Своего водителя, Дмитриева, Олежку Бойко, Галю с Валей, уборщицу с ведром, Толяна, Ники и Гарика. Сама тоже приходи. Катя посмотрела на него настороженно. — А будешь следственный эксперимент проводить? — Я буду проводить дознание, — буркнул он. — Меня не устраивают воры в офисе. — А тебя? — Меня вызывать не надо, — сказала двери Олег Бойко. — Я уже давно здесь. — А братва только пришла, курит и происшествие обсуждает. Я могу сходить. Или ты их приведешь кать. — Приведу, — пообещал заместительница. — Ты что, Федя? — спросил Бойко и сел верхом на стул. — Думаешь, тебя кто-то из моих архаровцев обокрал? — Я не знаю. — Они хорошие ребята, — сказал Бойко уверенно. — Дай мне сигарету. Они отличные ребята. — Малость с приветом, конечно, но отличные. Ты не смотри, что они говорят, как умственно отсталый, одетый, черт знает как. Это у них теперь так принято. Один браслет и носит серебряный, второй косу отрастил, а третий в одном свитере полгода ходит. Я ему вчера говорю, — Гарик, ты бы его хоть постирал, смотри, все обшлага белесые от пыли, а он мне... — Олежка, мне наплевать на то, как они одеты, — сказал Федор с досадой. — У меня из сейфа деньги пропали, а вчера вы уходили последними, и замок не взломан, а открыт, ключом, открыт, и отпечатков никаких. А ты говоришь, — Рукава грязные. Шеф сказал, вы уходили последними, и Бойко моментально оскорбился. Оказывается, дело не только в программистах, которых Олег готов был защищать. Шеф подозревал и его тоже. И это было неприятно. Неприятно и унизительно. И самое главное, — А я говорю, что все равно уволюсь, и не надо меня вести, я сама отлично дойду. За приоткрытой дверью послышались шум, возня, возникло и пропало напряженное Катина лицо, и валилась высокая худая девица в джинсовом комбинезоне и с ведром. — Вы кто? — спросил Федор изумленно. — Уборщица! — сказала она с вызовом. — И я все равно уволюсь, потому что вы сейчас заявите, что я украл ваши проклятые деньги, а я их не крала. У меня у самой перчатки утащили, новые совсем. Я их даже из пакета ни разу не достала, и мне пришлось все голыми руками убирать, и не брала я ваших денег. Так что увольняйте меня прямо сейчас, увольняйте. — Уволю! — пообещал Федор. — Обязательно уволю! Не волнуйтесь! — Олешка, налей ей кофе. — Вы панель, за которой сейф, когда в последний раз протирали? — Не помню! — огрызнулась девица, а веими руками взяла чашку с кофе, которую подал ей Бойко. Руки были красные, залихватский лак на ногтях кое-где потрескался и облупился. Видно и впрямь. Все полы перемыло без перчаток. — Вчера протирали? — Нет, — сказала девица решительно и отхлебнула кофе. — Вчера точно не протирала. Я и так поздно начала, половину сделать не успела. Пришлось с утра приходить, чтобы закончить, а мне, между прочим, в институт надо. У нас уже консультации начались. — Вот я вас уволю, и вы сможете с утра до ночи консультации посещать, — буркнул Федор. И девица неожиданно шмыгнула носом, что было странно при ее гренадерском напоре. У двери снова послышался шум. Произошло замешательство, и в кабинет ввалилась небольшая толпа, две девицы, три программиста, хорошие-отличные ребята, солидный Дмитриев, водитель Юра и заместительница Катя с мобильным телефоном на запястье. Все они, несколько оробев при виде пасмурного шефа, застряли в дверях, и никто не решался первым пройти внутрь кабинета и сесть. — Можно? — пискнула, наконец, какая-то из девиц. — Да, — сказал Федор. — Проходите. Некоторое время все усаживались, двигали стулья, шикали друг на друга, менялись местами, как школьники врасплох, застигнутые директором. Федор молчал. — Ладно, — сказал он, — когда сотрудники, наконец, более или менее угомонились. — Все знают, что у меня из сейфа пропали деньги. Вчера вечером я перед уходом сейф проверял. Все было на месте. Сегодня утром выяснилось, что денег нет. Вы были последними, кто уходил с нашего этажа. Следовательно, деньги взял кто-то из вас. Он выговорил это и вдруг удивился, что стало так тихо. Щелкнула зажигалка, Бойко неторопливо прикурил. — Мы можем сейчас начать выяснять, кто именно их взял, а можем не выяснять, если он готов их вернуть. — Ну что? — Мы не готовы. Тоном студента-двоечника отозвался кто-то из программистов и посмотрел на сотоварищей гордым победителем. Раз и отбрил шефа. Знай наших. Федор вздохнул. — Понятно. Тогда как в кино. Долго и нудно. По порядку. — Саша Дмитриев, ты во сколько пришел? — Часов восемь, наверное. Я в этой типографии полдня провел, никаких дел не сделал. Я тебе позвонил, а мне сказали, что ты уже уехал. На мобильный я не стал. Что, думаю, беспокоить? И ключ от сейфа у меня пропал, — добавил он с тоской. — Я принялся искать, когда переполох начался, а его нет. — Черт знает что! — Ты все время за столом сидел или выходил? — Вроде нет, не выходил. — Выходили, — подала голос одна из девиц, то ли Валя, то ли Галя. Конечно, Федор не разобрал, какая именно. — Мы все выходили. Катерина Николаевна сказала, что курить только в коридоре можно, а в переговорной нельзя. Мы же в переговорной сидели. Ну вот, все и выходили покурить. — Я не курю, — сказал Дмитриев. — Я, наверное, просто так выходил. Тут он покраснел, как рак, и Федор посмотрел на него с неудовольствием. — Что еще за девичья стыдливость? — А вы, — спросил Федор у девицы, — выходили? И мы выходили, затарахтили обе, перебивая друг друга. — А мы вначале покурить выходили, а потом позвонить. А у Галки свидание было назначено, она на него никак не успевала. А мы решили предупредить, что она не придет. А потом мы еще просто так выходили. Хе-хе, то есть в туалет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тут они обе замерли и уставились друг на друга. — Извините, пожалуйста, — пробормотал кто-то из них. Олег Бойко прикурил следующую сигарету, и один из программистов, сидевший рядом с ним, привстал и переехал вместе со стулом подальше, к окну. Федор посмотрел. Должно быть, тот самый Гарик. Рукава свитера у него и впрямь были измазаны чем-то белым. — И я выходил, — подал голос Катин водитель. — А я машину смотрел. Вокруг петарда запускают. Бабахает кругом. У нее сигнализация включается. То и дело. Я два раза спускался. Думал, что ее угоняют. В коридоре никого не видел. — Первый раз никого, — сообщил Юра и почесал нос. А второй раз Олег Петрович в коридоре стоял. И он посмотрел на Бойко, как будто извиняясь. — Я жене звонил, — скинулся Олежка. — Ну и что? Не мог же я разговаривать, когда вокруг все ревут, как белые медведи. Я и вышел. А за мной еще Ники выходил. Он за пивом, что ли, бегал. Ну и что? — Бегал, — согласился длинноволосый Ники. — Я водку не пью. И шампанское ваше тоже не пью. Я за пивом ходил. И за сигаретами. — А я никуда не ходил, — заявил безмятежный Толян и тряхнул браслетами на тонком курином запястье. Браслеты звякнули, как наручники. — Я все время на месте сидел. А, впрочем, пардон, один раз выходил, так сказать, по естественной надобности, что очень актуально, когда пьешь пиво. — Я его видела, — сказала Катя. Я тоже звонила. Только не с мобильного, а из твоей приемной, Федор. Он мимо меня два раза прошел. Туда и обратно. — Все звонили, — пробормотал Федор. И почему-то в коридоре болтались, хотя у всех мобильные телефоны в карманах. — Я никуда не звонила, — сообщила мрачная уборщица, больше похожая на манекенщицу, а на самом деле оказавшаяся прилежной студенткой. Я пришла в переговорный веселье на полную катушку, но меня тоже пригласили, усадили, я шампанского выпила, а потом все разошлись, и я убираться стала. — И панель, за которой дверь сейфа, вы сегодня ничем не протирали? — Нет, я и так не успевала, говорю же. И больше никто никуда не ходил, и обкурить выходил, — сказал Гарик и пожал плечами. — Как все? — В переговорной курить нельзя, а, ну, я на лестнице. — Сколько раз вы выходили? Гарик опять пожал плечами, и студентка, по совместительству уборщица, сказала. — Я только один раз видела, хотя я недолго была. Он вернулся, а все посидели еще минут двадцать, и разошлись, и больше никто не выходил. — Разошлись, — повторил Федор, — понятно. — Все могут разойтись, — сказал он сотрудникам. — С Новым годом! — Ты что? — спросила Катя с изумлением, не донеся зажигалку до сигареты. — Ничего, — ответил Федор и поймал за рукав программиста Гаррика. — Денежки тебе придется вернуть, браток. — Со мной шутки плохи. Это я тебе точно говорю. — Вы что? — забормотал Гарик и посмотрел на свою руку, которую Федор прихватил увесистой, совсем не бизнесменской лапой. — Вы... Вы... С чего вы... Откуда? — Оттуда, — сказал Федор. — На полировке никаких следов нет. Уборщица дверь не протирала. — Значит, открывали в перчатках. Перчатки у уборщицы пропали. Ей пришлось все голыми руками мыть. У тебя весь свитер в тальке, а тальком всегда резиновые перчатки изнутри обрабатывают, чтобы не слепались. Бойко сказал, что ты в этом свитере полгода ходишь и ни разу его не поменял. Значит, и вчера в нем был. После того, как в переговорной появилась уборщица, ты один выходил покурить. Курить ходил, а от дыма как черт от ладана шарахнулся, когда Олежка закурил. Ты у Дмитриева ключи вытащил, а у уборщицы перчатки. Взял деньги из сейфа и вернулся в переговорную. Правильно? Гарик сопел, косил налитым кровью глазом, полчал. Только ты дурачок, сообщил Федор скучливо. Там денег всего 300 долларов было. Я же не мальчик-зайчик, чтобы на рождественские каникулы в офисе всю наличку оставлять. А вот часики ты не взял напрасно. Часики Патек Филипп, Швейцария. Знаешь такую фирму? У них самые дешевые часы то ли тысячу долларов, то ли две стоят. А эти не самые дешевые. Ты себе купил? Как ни в чем не бывало, спросила Катя. Я жене купил, буркнул Федор, вспомнив про ссору. На Новый год. И тут у него в кармане зазвонил телефон. Рукой, свободной от Гарика, он кое-как вытащил аппарат. Да? Федор, это я. Да? Я тебя так люблю, выговорила жена торопливо. Я просто с ума схожу, когда мы ссоримся. Ну, прости меня, ну, дура я. Я даже на работу не пошла, осталась и нарядила твою елку. Ты скорее приезжай. Пожалуйста. Да, сказал он. Я сейчас. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.